Нацбанк Казахстана подвергся активной критике со стороны экс-советника президента Такаева Алжеса Худайбергенова. По его словам, Нацбанк вообще не понимает, что делать, поэтому начинает топить инициативы президента. Эксперт подметил, что из-за неспособности урегулировать цены, Нацбанк раскритиковал один из успешных экономических кейсов Такаева, причем делает это через телеграм-каналы и различные СМИ, чтобы не получить прямого ответа. По мнению Нацбанка, во всем виновата пенсионная инициатива президента. Но это не так. Потребительская инфляция растет по разным причинам. Рост цен на импортную продукцию, замедление роста из-за прошлогодней девальвации и многое другое, сказал экономист. А по словам Худайбергенова, Нацбанк буквально держался за статистику, согласно которой 17% роста инфляции обеспечивается за счет пенсионных денег. А затем он сказал, что финансовый регулятор изначально саботировал инициативу президента по использованию пенсионных накоплений. Именно Нацбанк в ходе внутренних дискуссий опроверг идею максимального использования пенсионных накоплений. Сначала была предложена совершенно глупая конструкция, чтобы каждый мог использовать 10% своей пенсии. А в таком объеме даже владелец самых крупных сбережений не может купить дом или погасить ссуду. Следовательно, все было бы воспринято как издевательство с соответствующим возмущением по отношению к президенту. Когда эта идея провалилась, Национальный банк сам продвигал возможность использования денег для покупки вторичного жилья, что открыло путь для повышения цен на них арендной платы и давления на резервы. В случае с основной частью всех этих неудобств можно было бы легко избежать, но они старались максимально разрушить идею. В основном из зависти, хотя могли и намеренно, только для того, чтобы выпустить анализ и обесценить инициативу президента, сказал Худайбергенов. Он напомнил утвержденную Нурсултаном Назарбаевым программу 7-20-25, согласно которой в экономику вложены солидные деньги – 1 триллион тенге. Вы знаете, кто автор? Глава Нацбанка. Тогда правительство призвало Нацбанк принять такую программу. И как только был осуществлен перевод в Нацбанк, прогноз вдруг изменился. И эксперты не видят влияние 1 триллиона тенге на инфляцию. И думать о популизме и заваливании Нацбанка запрещено, возмущается эксперт. А настоящий популизм, а в некотором смысле даже подлость, это когда добро ставится под сомнение под предлогом инфляционного страха. Ничего не предлагается взамен и делается теми, кто действительно несет ответственность за инфляцию, сказал эксперт. А кроме того, в Казахстане сложная ситуация складывается с состоянием генерирующих мощностей. Все основные электростанции старые, их общий износ превышает 50%. Это определяет высокий уровень аварийности, что с ростом потребления, означает, что существует угроза перебоев с электроэнергией в республике. А как показывает практика всех лет независимости, власти республики склонны принимать тактические решения в ущерб стратегическим решениям и отодвигать их на второй план. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!